Добрый день! В эфире программа «Казачий круг» и я, Валентина Назаренко. Как живет и чем дышит Тихий Дон и его коренное население, об этом и не только, мы расскажем прямо сейчас. Донские казаки на помощь Запорожью. Виктор Водолацкий рассказал о поддержке городу-побратиму Киеву. Национальная безопасность Украины, она в том числе связана и с Российской Федерацией. Джигитка, рубка, самооборона, боевые навыки казаков выльются в большой спорт. Мы хотим выходить на мировые арены в наших национальных цветах, показывать, что казаки это не просто люди сидящие, о чем-то говорящие, это делающие и думающие люди. Самый крупный музей-заповедник на юге России встречает посетителей в обновленном виде. Старочеркасский атаманский дворец открывает двери. Ежегодно этот музей посещают более 110 тысяч экскурсантов. Это очень хороший показатель. Это показатель российского уровня. Россия, Украина и Белоруссия будут отмечать совместный государственный праздник. 18 января признали официальной датой единения славянских народов. Об этом в Ростове сообщил Верховный атаман Союза казачьих войск Виктор Водоладский. Неделю назад он участвовал в торжественном заседании собора в Переяславле-Хмельницком. Главным вопросом встречи стали последние события в Киеве на Евромайдане. Виктор Водоладский отметил, представители казачества готовы идти на помощь Запорожью. Тем более, что около 7 миллионов населения Украины граждане России. Хотя, по мнению атамана, некоторые посылы политиков бывают не совсем корректны. Это же не военозированная структура, в которой мы сидим в казарме, точим шашки. И что, когда нас позовут, кого нужно помочь в институт порядок. Это учителя, это фермеры, это преподаватели, это дружинники, это правоохранная служба. То есть, те, которые сегодня находятся в реестре, но занимаются в нормальном хозяйстве. Добавлю, патриотическая работа по признанию национальных праздников будет проведена не только в кадетских корпусах, но и в школах. Для учителей, возможно, выпустят соответствующие учебно-методические пособия. Как увеличить количество кадетских корпусов на Дону и почему боевые навыки казаков так востребованы в современных войсках? Об этом мы не только поговорили на заседании комиссии Южного федерального округа по делам казачества. Воспитанники Войсковой федерации боевых искусств Пернач продемонстрировали искусное владение шашкой и попросили поддержки в развитии народного спорта. Что ответили на это представители власти, расскажет Ася Куренова. Если раньше в моде были нончаки и самурайские мечи, то сегодня казачьи шашки. Чтобы показать виртуозное владение клинком, этим подросткам хватает минуты. Даже сложные элементы они выполняют без брака. Вертушка, сопровождаемая ударом шашкой, кувырок с оружием в руках, переброс клинка, занятый рукой и не только. Нам необходима поддержка руководства нашей страны, руководства нашей области, нашего войска, для того, чтобы дать нам путь, открыть двери в большой спорт. Мы хотим выходить на мировые арены в наших национальных цветах, показывать, что казаки это не просто люди сидящие, о чем-то говорящие, это делающие и думающие люди. От практики к теории. С 2015 года казачий компонент будет присутствовать в 28 федеральных программах и поддерживаться государством. В состав Донского войска также входят представители Волгоградской и Астраханской областей, а также республики Калмыкия. Без хорошей физической подготовки казак это не казак. Еще в древние времена мы знаем, казаки физически всегда были хорошо подготовлены. Их с трех лет уже сажали на коня, с пяти лет они уже стреляли и с десяти лет они уже учились рубить шашкой. Уникальные навыки казаков уже получили оценку других силовых объединений. Действующие войска ориентируются на эти достижения. Всевеликое войско Донское является образцовым. Вот возьмите простую вещь, как призыв вооруженной силы Российской Федерации. Наибольшее число призывников подготовленных, крепких, умелых идет отсюда. А что является вашей казачьей духовной основой, которая стоит за вот этим сильным, динамичным спортом, который действительно является спортом, а может быть даже образом жизни казака? Что за этим стоит? Это благодарность нашим тренерам. Благодарность, я думаю, нашим высшим духовным силам, силам нашего упорства. В этом году на поддержку казачьих обществ и деятельность кадетских корпусов область направила более 670 миллионов рублей. Задача донских властей до 2020 года – удвоить количество таких учебных заведений. Спорт и здоровье – это важнейшая составляющая подготовки настоящего казака, настоящего мужчины у нас здесь на Дону. Этому мы будем уделять самое серьезное внимание. Также в этом году запланировано больше 10 крупных конкурсов и фестивалей казачьей культуры. Один из них, Покрова на Дону, впервые получит поддержку из областного бюджета. За Россию, за Победу и за Дон. Около 30 песен прошлых лет и современных в лучших казачьих традициях Ростовской области прозвучали на Олимпиаде в Сочи. Страну представили 70 артистов ансамбля песни и пляски донских казаков. Как проходили упорные репетиции, расскажет Елена Баранникова. Веселые песни и быстрые танцы всего лишь разогрев перед выступлением. Репетиционную одежду ушили специально к юбилею коллектива, который праздновали в 2011 году в Кремлевском дворце. И они очень попросили, чтобы вот тот парад, который будут проводить все государственные коллективы в Олимпийском парке, чтобы на этот парад мы одели наши традиционные костюмы и мы будем показывать не только свои искусства, но еще и свои красочные костюмы. Я думаю, что об ансамбле донских казаков рассказывать стоит едва ли, потому что это визитная карточка Ростовской области, об этом знает, наверное, каждый. Я очень горжусь, что я работаю в этом ансамбле, здесь я уже 5 лет. Это привело меня сюда, наверное, моя судьба, потому что я танцую с самого детства и мечта любого маленького танцора попасть в большой профессиональный коллектив. Танцор ансамбля Мария Шершакова – заядлая спортивная болельщица. Говорит, каждодневные тренировки для нее большой труд, как и старания тех спортсменов, которые выступят на зимних играх в Сочи. Мы чувствуем это больше там с репортажа, с каким-то, как готовится Олимпиада, а сами выполняем свое дело. Надеюсь, что, поехав на Олимпиаду, мы сможем тоже порадовать зрителей, поддержать наших спортсменов, как-то создать общую атмосферу. Общую атмосферу в ансамбле помогают создать не только танцоры и солисты, а целый музыкальный оркестр. Произведение «Когда мы были на войне» отчетливо передает переживания и тоску по любимым женщинам в звуках каждого инструмента. Баянист Анатолий Забродний работает в ансамбле уже 7 лет. Сам пишет музыку. Иностранцы всегда с большим восторгом слушают и восхищаются, потому что вся национальная культура во всем мире, к сожалению, уходит и уходит все дальше. А вот российская как бы оставляет после себя такую возможность услышать это все и передать другим поколениям, более молодым. За девичью красу, за атаманскую дочь. Ансамбль «Особое культурное наследие Дона» существует уже почти век 1936 года. В репертуаре народно-песенные традиции Донского края, сюжетные и шуточные танцы, хореографические миниатюры. Самый крупный музей-заповедник на юге России встречает посетителей в обновленном виде. Старочеркасский атаманский дворец открывает двери после первого за 20 лет ремонта. Реставрация коснулась и старинной усадьбы, и экспонатов. Чем планирует удивить любителей казачьей истории, расскажет Анастасия Кованцева. Второй этаж атаманского дома начинается с предбанника. Так музейщики называют первый зал выставки. Пока что только эта часть строения напоминает об основателях особняка. На стене первое в истории подробное генеалогическое древо легендарного рода Ефремовых. Чтобы восстановить все его ветви, сотрудники музея обработали немало информации. Во многом помогли потомки. Не только словом, но и делом. Современные Ефремовы предоставили для музея некоторые предметы быта. С прусского похода он и привез вот этот вот мессинский фарфор, часть которого, к счастью, сохранилась до настоящего времени. В коллекции музея 65 тысяч экспонатов. История каждого – подарок для исследователей казачьего быта. Например, чашка невестки Степана Ефремова служила для необычного ритуала. Одинокая женщина любила пить утренний кофе, добавляя в него пепел от сожженной тысячной сигнации. Историки поясняют, бездетная Авдотья попросту не знала, как потратить свои богатства. Чтобы придать этому и другим экспонатам первозданный вид, специалисты приложили немало времени, сил и не только. На реставрацию мебели было выделено миллион рублей. И нам удалось реставрировать старинное зеркало, диван, стулья. Это можно увидеть и в экспозиции, которая представлена. Это спальня и в экспозиции, которая вот кабинет. Ежегодно этот музей посещает более 110 тысяч экскурсантов. Это очень хороший показатель. Это показатель российского уровня. Ну вот, пожалуй, я должен сказать, что в последние годы, благодаря поддержке правительства области, Министерства культуры, мы там проводим большое количество этнографических праздников и мероприятий. Помимо достоверности интерьера, музейщики позаботились и о безопасности. Ни один экспонат не пострадает ни от жары, ни от холода. Техническое оснащение выполняет еще одну задачу. Температура в залах поддерживается на одном уровне. В летний зной в усадьбе не будет душно. Посетители смогут спокойно осмотреть всю экспозицию. Полонез, вальс и полька, как на лучших балах Российской империи. Донские студенты отметили свой праздник в лучших традициях предков. Он состоялся в казачьей столице и собрал лучших представителей донских вузов и кадетских корпусов. К ним присоединился вартан Синеджанс. В начале 19 века День студента отмечали только в российской столице. После официальной части в здании Московского университета Татьянин день перетекал в шумное народное гуляние. Этой традиции последовали и донские студенты. В Новочеркасске его отмечают второй год. Кадеты ко дню Татьяны готовились интенсивно. От шахтинского казачьего кадетского корпуса ездили на репетиции в Новочеркасск и танцевали по несколько часов в день. Я танцую не первый раз. Мы очень часто выезжаем в различные города и участвуем в таких крупных мероприятиях. Показываем себя очень с хорошей стороны. Меня учили ничего не бояться. Все делаем четко и ясно. Девушки в накрахмаленных платьях, парни в парадной одежде. Блеснуть перед несколькими сотнями танцоров задача не из легких. Но у кадет это получается. Это парадная форма одежды. Она самая красивая форма одежды. Когда ты в ней танцуешь, ну, образец кадета. Не так давно кадет шахтинского казачьего кадетского корпуса Владислав Уколов покорял Кремлевский бал. На торжестве в родном регионе чувствует себя не менее ответственно и гордо. На суд преподавателей представлены популярные танцы имперского двора, полонез, мазурка и вальс. Посвященную празднику Татьяну Дню называется Татьянин Вальс. Ну, как бы, все Татьяны танцуют со своими партнерами. Мы договорились с ними, что они будут нашими партнершами на этом губернаторском балу. Партнерши кадетов совсем не казачки. И учатся в музыкальных школах, но танцуют не хуже студенток. На следующий год, 260-летие праздника, девушки отметят уже в подобающем статусе. На этом все. Спасибо, что были с нами. Я с вами прощаюсь. Увидимся.